Глава Чуваши Олег Николаев провел экстренное совещание в связи с пожаром в жилой пятиэтажке в Новочебоксарске. Профильным ведомствам Минздраву, Госкомитету по чрезвычайным ситуациям и Минстрою даны указания принять все необходимые меры, чтобы люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили всю необходимую помощь и поддержку. Напомню, пожар произошел вчера в половине шестого вечера. Пришлось эвакуировать больше полусотни человек. Борьба с огнем длилась до поздней ночи. По данным МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Сегодня утром на место пожарища выехала наша съемочная группа Екатерина Шеверова. Только что вернулась из Новочебоксарска. В 17.47 сообщение о пожаре. В 17.50 в редакцию программы уже поступают первые кадры с места ЧП. У горящей пятиэтажки работает репортер Нелли Юрявичус. Люди еще не знают, что произошло. Никто не хочет говорить, кем плачет. Очень много людей и очень страшно. Много дыма. Позже станет понятно, горит только чердачное помещение. На месте работают 75 пожарных и 31 единица спецтехники. Вообще дым прямо. А вот здесь прямо пылал, горел. Вот с этой стороны. Мы там видели только. Еще где-то в каком-то месте еще было, говорит. Вот здесь. Они долго тушили. Полдвенадцати, около двенадцати. Еще полдвенадцати никак не могли потушить. Станислав Чернов, когда начался пожар, был дома. Его квартира на пятом этаже. Выскочил в одних шортах и медицинской маске. Я вчера этот ремонт делаю, как раз уже закончил почти. Что-то смотрю, свет моргает. Я думаю, у меня что-то вилка. А там, оказывается, раз, что-то взрыв на крыше. Потом думаю, вот, наверное, что-то загорелось, задымилось. Думаю, проводку, наверное, не выдержу. Смотрю, в окно выглядываю, пожарные. И пошел, выбежал быстрее. Когда пожар был потушен, пришлось проливать деревянные покрытия. Дом старый. В итоге пострадали квартиры даже на первом этаже. Вот как выглядит после пожара одна из них. Огня и дыма здесь не было. Зато были потоки, пропавшие пожарящим воды. Вода капает. Ламинат весь сбух. Испортился. Выкидывается. Обои отклеиваются. Забрать вещи людей пускают только по спискам, под присмотром сотрудников полиции, чтобы избежать мародерства. С собой только самое необходимое. В ожидании своей очереди на посещение дома только и разговоров. О причинах случившегося одни догадки. Я думаю, это проводки. У меня, потому что в этот день, у меня где-то часа три. Вот у тебя тоже давали. Часа три-четыре у нас телевизор начали выключаться. Выключается? Я выключаю. Потом включаю опять. Где-то замыкание уже началось. А когда все с работы пришли, начали включать там электроприборы, все-все. И, наверное, проводка не выдержала и все сгорело. Есть и те, кому теперь вообще некуда возвращаться. Люди расселяли в общежитии политехнического колледжа. Временно, к началу учебного года, комнаты придется освободить для студентов. Сейчас сформируем списки тех, кто нуждается именно во временном проживании. Значит, у нас определены, значит, это две базы на территории, значит, санатория «Надежда» и санаторий «Солампьи». Да, сейчас выясняется, насколько сейчас мест в наличии. Поскольку там можно будет беспрепятственно обеспечить трехразовое питание. Администрация Новочебоксарска организована работа горячей линии. Вопросов много, но все их можно свести к одному. Как бы, чрезвычайное происшествие, вы оттуда эвакуировали. Здесь дети, женщины какие-то. Им надо что-то есть, жить где-то. Уже сегодня решается вопрос о материальной компенсации по горельцам. Юридическая служба отрабатывает вопросы о возможности выплат материальной помощи. То есть все меры, предусмотренные законодательством, непременно будут выполнены. Сроки регламентом установлены в течение 10 дней. То есть мы должны определиться со списком людей, которым положены эти материальные выплаты. Также с завтрашнего дня планируем комиссионно выходить в каждую квартиру, чтобы установить ущерб. Организовано проведение проверки по данному факту. Уже сегодня проведен осмотр места пожара. Изъяты вещественные доказательства с места пожара. Это электропроводка и также другие вещественные доказательства. Сегодня уже назначено проведение пожаротехнической экспертизы по установлению причины пожара. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. По некоторым данным у следователей есть вопросы к управляющей компании, которая обслуживает дом и местной администрации. Екатерина Шеверова, Георгий Кривошейн, Республика.